Привет всем любителям стратегии! Продолжаем разбираться с дополнением Rising Tide. Сегодня поговорим про артефакты. Это одно из нововведений, которые появились в дополнении. Много по ним вопросов, поэтому давайте разберёмся. Итак, артефакты. Ну, начнём с того, откуда вообще артефакты берутся. Даже так скажем, откуда создатели Beyond Earth взяли эту идею. По моему мнению, вообще это полностью всё взято из пятой цивы, из туризма и шедевров. То есть там шедевры появлялись в городах, их можно было ставить в слоты всяких зданий, чтобы они генерировали очки туризма. Идея примерно такая же, только, по-моему, в Beyond Earth всё-таки артефакты интереснее сделаны. И их использование более сильно влияет на игру. В пятой циве всё-таки, в основном, сейчас игроки забили уже практически на туризм, потому что он не так крут, как казалось в начале. А вот в Beyond Earth артефакты очень важная часть игры. Ну вот, смотрите, я тут взял способность видеть сразу все экспедиционные площадки на карте, чтобы вам было проще рассказать, откуда артефакты можно доставать. Вообще артефактов три вида. Земные, инопланетные и артефакты предтеч. Земные вообще берутся из капсул с ресурсами. Ну вот сейчас пока у меня не открыта ни одна из капсулов. Из капсул с ресурсами сейчас попробуем найти. Кроме того... Вот капсула с ресурсами. Видите, тут уже сразу инопланетянин сидит. С капсулами с ресурсами и из обломков всяких поселений земных. Ну вот, заброшенное поселение. Там можно найти скрипку, например. Очень важный артефакт. Инопланетные артефакты берутся вот из таких скелетиков инопланетных. Видите, скелет инопланетянина. Либо, когда вы грабите гнезда инопланетян. Там тоже можно найти инопланетный артефакт. Ну и, наконец, артефакты предтеч берутся в устройствах предтеч или руинах предтеч. Устройства предтеч можно найти только в море. Видите, руины предтеч. А вот, наверное, устройства. Нет, это колонизационный корабль. Кстати, вот обратите внимание, как красиво все это выглядит, как нарисовано все это в море. Прикольно. Но не просто так. Вы не можете отправить своего исследователя и обязательно найти артефакт. Есть определенная вероятность. Земные артефакты находятся с вероятностью 20%. То есть, считайте, каждая пятая экспедиция вам даст земной артефакт. Инопланетные с вероятностью 38%. Ну, считайте, каждое третье разграбление гнезда или копание в скелетах инопланетян даст вам артефакт. И самая большая вероятность с руинами предтеч. Так что, пожалуй, если вы находите руины или устройства предтеч, то начинаете сразу там копать. Там аж 55% вероятность. Каждый второй. Ну, это не значит, что вы вообще ничего тут не найдете, если не найдется артефакт. Вам всегда из этих руин что-то дается, так что отправить исследователя копаться вот во всех этих экспедиционных площадках хорошая идея в любом случае. Но артефакты нам важнее. Если вас вообще вот постигла неудача, то есть вы не нашли все-таки какой-то артефакт, то вероятность на следующий раз увеличивается. Для земных на 10%, то есть следующее копание уже будет с вероятностью 30%, что вы что-то найдете. Для инопланетных на 7% и для руин предтеч на 3%. Ну вот, я только что исследовал капсулу и получил, кроме культуры, видите, плюс 20 культур, еще и артефакт. Домашний дрон компании Бутюлье, видимо. Это земной артефакт, потому что найден в капсуле, он изношенный. По этому поводу давайте я вам объясню, хотя нет, давайте позже. Чтобы исследовать все эти экспедиционные площадки, вы используете исследователя. Не забывайте только, что у вас не бесконечное количество возможностей исследования. Видите, в данном случае у меня только один модуль экспедиции. И когда я проведу тут раскопки, 4 хода, мне надо будет вернуться в мой город. Именно город, а не аванпост. Аванпосты не возобновляют экспедиционные модули. Вы пройдете по своему городу, вот в главный просто заходите в клетку, вам не надо ничего ждать, и у вас сразу эти модули обновятся. С течением времени вы можете в направлениях развития брать дополнительные экспедиционные модули. Вот видите, например, землепроходцы в процветании. Есть дополнительные экспедиционные модули в совершенствах, по-моему, в превосходстве, когда вы определенный уровень. Да, вот второй уровень превосходства, исследователи могут организовать еще одну экспедицию. Тоже дополнительный модуль берется. Так что не забывайте обновлять экспедиционные модули. Остался один ход для нахождения чего-либо в руинах предтеч. Собственно, на этот ход мы можем завершить копание. Но, к сожалению, видите, несмотря на то, что 55% было артефакта, мы не нашли. Зато можем на один уровень совершенства продвинуться. Ну, давайте пойдем по превосходству, чтобы быстрее получить экспедиционные модули. Вот у нас возможность два артефакта получить. Вот скелет инопланетян. Нету, опять же. И возможность разграбить гнездо инопланетян. Но я вам в начале игры это делать не рекомендую. Я это сейчас разграблю, чтобы вам показать. Но не рекомендую, потому что инопланетяне сразу станут к вам очень плохо относиться. И в начале игры это серьезная проблема, потому что у вас просто нету возможности отбиваться от них. А так, в начале, когда вы на них не нападаете, они и на вас не нападают. И получается, что вы можете спокойно развиваться. Единственная проблема, что они тут заплывают к вам на клетке. Но если вы построите отпугивающее здание, вот, ультразвуковой барьер, то с этим вы тоже справиться сможете. Это не такая большая проблема, чем то, что они могут на вас нападать и уничтожать ваши посевы, блин. Ну, давайте сейчас разграбим. Тоже никакой артефакт не нашелся. Кстати, далее вот тут при раскопках инопланетянина, жука-хищника. Ну, вот это меня раздражает, кстати, эта недоработка разработчиков. Видите, вот тут остров, да? Все, этот жук-хищник только на этом острове может ходить. Он не может спрыгнуть и куда-нибудь поплыть. Ну, полная фигня, что за... То есть мне его придется удалять просто вообще без вариантов. В Beyond Earth домашний дрон компании Бутюлье выполняет работу по дому, а 2GIS в нашем мире, на нашей планете, в наших странах выполняет работу по поиску нужного вам места. А если вы хотите туда еще и пойти, то проложит удобный маршрут. Кроме того, время работы расскажет, по каким дням могут быть скидки и так далее и тому подобное. На сайте 2GIS.ru можно абсолютно бесплатно скачать эту программу под вашу платформу 2GIS, если быть точным. Ну, вот очередную капсулу исследовал и получил артефакт. Естественно, земной. О, кофеварку нашел. Класс. Отлично. Самый лучший артефакт вообще. Пойду кофейку сделаю. Что же мы найдем в руинах Предтечь? О, нам дали мало того, что артефакт какой-то, так еще и на один уровень совершенства. Ну вот, бывшая в употреблении светлая материя. Ну, будем изучать ее дальше. Итак, наколупал я вам тут артефактов, как можно больше не использовал, чтобы моим любимым зрителям все это показать и рассказать. Вот обратите внимание, что у меня 7 артефактов с Земли, 6 инопланетных и 3 Предтечь. Несмотря на то, что я вам рассказывал, мол, 55% Предтечь, там, сколько, 38 инопланетных и 20% земных, казалось бы, все намного по-другому должно быть. То есть, земных артефактов должно быть меньше, а Предтечь больше, потому что вероятность больше. Но тут дело в том, что мест, конкретно мест, где можно найти эти разные артефакты, совершенно разное количество. Вот артефакты Предтечь только в руинах Предтечь и в устройствах Предтечь находятся. Да и то, если найдутся. А артефакты Старой Земли и в упавшем спутнике, и там, в разбившемся космолете, и в капсулах могут найтись. Поэтому вот их такое большое количество. Ну, а инопланетные, соответственно, в костях инопланетных могут найтись. Либо в разграблении гнезд, как я вам уже и говорил. Поэтому их тоже довольно много. Давайте теперь, что из них можно сделать. Во-первых, каждый артефакт по отдельности, либо два артефакта, можно использовать, и они что-то дадут. Что именно они дают, мы не можем так вот предсказать. А количество зависит от уровня артефакта. Чем меньше уровень, тогда в два раза меньше этот артефакт будет чего-то давать. Вот в данном случае нетронутый нереальный драйв, малопонятная земная технология, дает 50 науки. Вот если бы он был, как библиотека, бывший в употреблении, то он бы давал 25 науки. А если бы он был вообще вот изношенный, то он бы давал 12,5 науки. Я вообще рекомендую в начале игры, вот если вы в начале игры находите такой нетронутый артефакт, то их лучше использовать. Но, правда, опять же, не все. Те, которые дают 60 энергии, нафиг вам надо, лучше поберечь. А вот 50 науки, а еще лучше 50, даже там бывает 80 культуры, будет, во, 80 культуры, да. В начале игры это практически 3 или 4 развития. Так что очень классно их использовать. Если же в середине игры вы что-то такое найдете, то лучше поберечь для того, чтобы собрать из них что-то полезное. Также артефакты вы можете вместе сжигать вдвоем. Дадут то же самое. Вот 80 культуры просто, а здесь 50 науки просто. Ну, если вместе, то 50 науки и 80 культуры. Но самое интересное начинается, когда вы собираете 3 артефакта. Вот, например, нереальный драйв, медиакуб и кофемолка. Что же они могут дать вместе? Они дадут панспектральную обсерваторию. Но сразу уточню, что вот эти вот выхлопы науки, культуры и производства в данном случае все-таки уменьшатся. Считается, что вы получаете офигенный и так бонус, но вот этот выхлоп все равно будет какой-то определенный в зависимости от того, какие у вас артефакты. То есть в данном случае у нас было, помните, 80 культуры, сейчас нам дадут 48 культуры. Но, как вам лучше это сказать, эти выхлопы уменьшаются в два раза. Тут было 80, но плюс еще есть культура 16 от кофемолки. От кофемолки еще 16. То есть 80 и 16, 96 уменьшаем в два раза, 48 культуры. Было 50 науки от медиакуба, 25 науки. И тут еще кофемолка дает кофеварка. Дает 64 производства, вот вам 32 производства. Поняли, да? Да, и еще отмечу, что количество артефактов на каждой карте ограничено. Ну, знаете, как вот в пятой циве то же самое и с шедеврами. Вы не можете постоянно их генерировать, шедевры когда-нибудь закончатся. Но в отличие от пятой цивы, вот этих артефактов, одинаковых артефактов, может быть несколько и у разных игроков. Но само количество, я уж не знаю конкретные цифры, но вообще оно ограничено. То есть через какое-то время, если все игроки понаходили все артефакты, то количество, которое есть на карте, там, это зависит от размера карты. Большая, маленькая, огромная. То вы больше просто не сможете их найти. Теперь самое интересное. Что же нам дают, когда вы собираете три артефакта? Разница есть в зависимости от того, какие артефакты вы втроем собираете. Либо все земные, либо все инопланетные, либо все предтеч, либо разноплановые. То есть там, например, две земные, один инопланетный, инопланетный предтеч земной, там, и так далее. Из этого зависит, что вы получите. Все земные артефакты дают какое-то здание. Шпиль разрыва, ставка командования дронов. Я вам не буду это все говорить. На самом деле, у меня на сайте есть табличка, и там очень большой текст. Один из моих подписчиков хорошо поработал, специально для вас это подготовил. Я им сам пользуюсь для подготовки этого видео. Я вам рекомендую туда перейти. Ссылка вот тут в правом верхнем углу, белая кнопочка I, нажмите и перейдите, почитайте. Там конкретно написаны, какие здания даются. Здесь я вам просто говорю, что при собирании трех артефактов земли будет какое-то здание. В данном случае, панспектральная обсерватория. Давайте заменим кофеварку на библиотеку. Будет уже ксеномассовая баня. Заменим драйв вот на какие-то эти органические антифриз. Будет уже шпиль разрыва и так далее. Конкретно, что вам дастся. Вообще, на вики, посвященной Beyond Earth, на англоязычной, есть перечисление, типа, как собрать вот эти артефакты, чтобы вам конкретное здание далось. Но я думаю, это бесполезная информация, потому что вы это все равно не запомните, во-первых. А во-вторых, на самом деле тут еще много всяких факторов влияет. Вот вы там собрали бонус какой-то, а этот бонус у вас уже есть. И тогда эти артефакты, три артефакта, которые дали бы вам этот бонус, дадут уже какой-то другой бонус. Потом, если другой игрок собрал этот бонус, то вам тоже, может, что-то другое даст. Хотя одинаковые бонусы, одинаковые здания от артефакта все равно у двух игроков могут быть. Могут быть в любом случае. То есть, если я шпиль разрыва открыл, то это не значит, что у моего соперника какого-то шпиля разрыва не будет. Давайте вот еще так соберем. Видите, все равно шпиль разрыва остается. Поменяем ксеномассовая баня. И кофемолка все время хочу ее назвать. Ставка командования дронов. Инопланетные артефакты дают какие-то бонусы вашим юнитам. Правда, кроме зеготической инженерии, которая дает плюс 100% рост команд по 100%. Но это, по-моему, один из самых неинтересных бонусов. О, Небесный Хитин, по-моему, один из самых лучших как раз бонусов. Плюс 50% к мощи и 3 к радиусу воздушных юнитов. По-моему, офигенно. Что тут еще может быть? Контрбатарейный огонь. Доступна способность осадной юнит. Снизить защиту вражеского юнита на 20% до конца своего хода. Ну, в общем, какой-то бонус, который сразу начинает действовать. Вам не надо ничего строить, ничего делать. Вы это исследуете, и оно сразу работает. Артефакты предтеч дают какие-то бонусы к развитию. Там, кстати, есть не только бонусное издание. Но вот в данном случае, видите, механизированная свобода воли. Технология листья стоит на 15% меньше очков науки. Если это еще скомбинировать с умением, ну, взять за дипломатию, по-моему, у Чунг Су есть такая способность. Тоже уменьшается стоимость технологии листьев, то они будут у вас вообще мгновенно открываться. Ну, как я и сказал, артефактов предтечь немного, поэтому я не могу вам другие показать способности. Но, опять же, повторю, сходите на страницу на моем сайте, почитайте там про артефакты. Например, могут все юниты получать плюс 2 к видимости. Или минус 1 интрига во всех городах за один ход. Тоже, по-моему, неплохо, если вы играете против американца. Что еще? Минус 50% к нездоровью от городского населения. Можно не строить уже здания на здоровье, будет неплохо работать. Ну и последняя возможность — это смешивать артефакты. Давайте вот смешаем предтечи, инопланетные, кофемолку, естественно. Тоже четвертый вариант, что вам может даваться. Так как тут такие смешанные артефакты, то и бонусы могут быть смешаны. В данном случае, видите, плюс 50% к скорости создания рабочих. Ну, так себе, потому что можно взять, например, чтобы рабочие просто за один ход делались или покупались за один ход. Тут есть плюс 25% к скорости тайных операций. Города могут обстреливать врагов через сквозь препятствия на местности. Очень, очень классный бонус, в кавычках, естественно. Артефакты обнаруживаются на 20% чаще. Ну, тоже, знаете, такая странная ксеноантропология. Странный бонус. Бонус, нафига мне находить артефакты, чтобы их использовать, чтобы потом артефакты находить на 20% чаще. Ну, согласитесь. Вот видите, в данном случае у меня два артефакта земли и один артефакт предтечи. И вот мне дают уже бонус от артефактов земли как будто. Шпиль разрыва. Хотя один у меня артефакт предтечи на самом деле есть. Так что комбинируйте, составляйте. Еще раз повторю, вариантов тут очень много. И очень разноображивает, извините за такое не очень красивое слово, игру вот эти артефакты. Они намного более интересная механика, чем шедевры в пятой циве. Тем более, что вы не знаете, что там у соперника. А соперник не знает, что у вас, какие вы артефакты нашли, что вы использовали. И в начале игры я вам очень рекомендую сразу начинать искать эти артефакты. Хотя, конечно, не забывай о развитии, иначе к вам придут, как всегда. И ищите, ищите, используйте, комбинируйте, и вы получите бонусы, и играть становится интереснее. Каждая игра, все новое и новое, тут разные комбинации. Так что, по-моему, в данном случае Фераксис очень хорошо поработали. Так, на этом все. Спасибо, что вы дослушали до конца. Вы слышали Лешу Халецкого. Канал Леша играет. Не забудьте подписаться, раз действительно до конца досмотрели, и поделиться моим видео. Ну, а на этом все. Пользуйтесь Двагис и играйте в умные игры.